Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Михаил Глотов, и мы продолжаем наше занятие для начинающих. И сегодня мы рассмотрим знаменитую партию, которая обошла всю шахматную печать, где играл наш уже знакомый знаменитый шахматист Пол Морфи. Итак, белыми играл Шультин, сильных шахматистов во времени, а черными Пол Морфи. Партия игралась в Нью-Йорке в 1857 году. Давайте ее рассмотрим. Белые сыграли так называемый королевский гамбит. Под ходом Ф4 он начинается. И его идея состоит в следующем. Если же черные примут жертву пешки, тогда получается у черных ослабляется контроль над полем Д4. И уже после, к примеру, развития коней, белые могут центр захватить двумя пешками и открыть нападение слону на пешку Ф4. Вот это основная идея королевского гамбита, где мы жертвуем пешку, но захватываем центр, хотим его захватить, и более быстро начинаем развитие фигур. А Морфи в ответ на это делает контргамбит. Так называемый контргамбит Фалькбейера, где он не принимает жертву, а жертвует в ответ. Белые побили пешку Д. В случае же, если бы они побили другую пешку, то после уже шаха ферзем получился бы разгром. Потому что если бы белые сейчас играют в Ж3, то после взятия ферзем на Е4 будет вилка и на короля, и на ладью. А королем на Е4, конечно же, ходить крайне опасно, и можно скоро получить мат. Поэтому Шультон побил пешку Д5. И Морфи продвигает пешку вперед, отнимает у коня более Ф3 для развития. Белые выводят другого коня с нападением, он защищает. Далее белые пытаются разменять эту стесняющую нас пешку, ходят Д3, атакуют ее. И Морфи не разменивает ее сразу, так как в этом случае получается, что у белых развивался активный слон сразу с темпом. А в этот момент он делает ход слону Б4. И тем самым он связывает коня, который помогает нападать на нашу пешку Е. Белые решили развязать этого коня. И вот тут Морфи делает такую интересную, на мой взгляд, даже очень интересную, блестящую идею, где он жертвует пешку. Но что происходит взамен? Открывается линия Е и отвлекает слон с поля Д2. И конь С3 остается связанным вновь. Успевает он сделать рокировку, и коня связанного оставлять крайне не хочется. И белые опять его развязывают. И тем самым он выгадал время, что белый слон проходил туда-сюда, а за это время он сделал рокировку, и уже готов начинать атаку короля ходом ладей Е8. Но для начала он решает разменять этого коня, который мог бы помочь в защите линии Е, например. Мог бы попробовать перекрываться. А теперь уже как раз основная идея атака ладьей короля. Получилось, что он пожертвовал пару пешек, но взамен быстрее сделал рокировку, и первый начинает нападать на короля. Вот это основная идея любого гамбита. Более быстрое развитие, и мы первыми нападаем на короля. Белые развивают слона, закрывая короля, но слон оказывается связанным, и мы уже действуем по правилу связки, то есть увеличиваем нападение на связанного слона. И развиваемся, и связываем. Но пока съесть слона, к сожалению, не грозим. И белые тут как-то действуют беспечно. И решили пешку Д5, которую хочет съесть и может ферзь съесть, они решают ее защитить ходом С4. Но как выяснилось, что надо было им скорее стараться развязаться, например, хотя бы короля убрать, чтобы ладья на него не делала рентген, не просвечивала, и слон бы развязался. Но белые не ожидали, что тут что-то такое будет страшное. Делают защиту пешки Д5. И тут Морфи видит, что надо еще увеличивать нападение на слона по правилу связки. Но непонятно как. Ферзьом, если напасть на Е7, то тогда мы не грозим же съесть слона на Е2. И хочется увеличить нападение более слабой фигурой. А в частности, конь Б8 еще даже не выходил, и хочется как раз его и развить, и им увеличить нападение на слона Е2. И он делает такой сильный ход. Блестящий ход С6, нападая на пешку Д5, он грозит ее съесть и выиграть. А белым стоило уже тут скорее позаботиться о том, чтобы как-то развязать или слона, или определиться с положением слона Ж4, как-то решать проблему связки. Но они тоже действуют беспечно, хотят как-то сохранить свое материальное преимущество, но тем самым подгоняют коня к развитию, и уже черные фигуры полностью развиты, и конь уже стремится увеличить нападение на Д4. Если сейчас конь пойдет на Д4, тогда уже мы всерьез будем грозить съесть слона на Е2. Белые, опомнившись, развязывают слона, и вроде бы у них все в порядке. Видимо, на этот ход они надеялись. Теперь этот слон Е2 вроде бы развязан, и хочет съесть слона на Ж4. Но тут как тут, нам помогает опять разменная комбинация на поле связывания. И Морфи как раз ее и применяет. Он жертвует здесь ладью за слона, но получается вместо полусвязанного слона на этом месте теперь на Е2 полностью связанный конь, на которого он спешит увеличить нападение конем. И получилась такая ситуация, что конь уже уйти не может из-за сидения фермера, он связан. А подкрепить его у белых возможностей нет. И грозим еще съесть слоном, еще и вилка будет на короля с ферзем. Белые убегают ферзем, чтобы хотя бы ферзя спасти. Но здесь уже черные и отыгрывают материал, и начинают атаку на короля, который совсем раскрыт. Белые уходят на Е2. Кажется, что более надежный на Ж1, но можно заметить, что по диагонали, по черным полям, король совсем раскрытый. В этом случае можно было бы, например, ходом конь С2 уступить место ферзю, и тут бы получился мат. На Е1 королем тоже после хода ферзи 7 видно, что король здесь ненадежный, наш слон отступит и откроет нападение ферзем, и королю тоже будет нелегко защищаться. Ну а после же хода короля в 2 у черных появляется быстрая возможность увеличивать на него нападение сразу. Сразу же подключается конь, король бежит. И теперь, как мы уже говорили, король по черной диагонали раскрыт, и Морфи делает жертву стремительную, чтобы соперник никак не успел какими-то своими ходами привести защиту, и быстро начинает на него атаку самым решительным образом. Врывается ферзем, и короля удается выгнать к середине граница между белыми и черными, к середине доски. Здесь можно заметить, что хочется поставить мат ферзем на G4, но мешается наш конь. Конь вежливо уступает место ферзю. Уже черные грозят G4 и мат. Король видно, что один, совсем без защитников. Белый пробует его защитить, но шаг, король переходит в середину доски, и ферзь объявляет ему мат на своей половине доски. Вот такая вот у нас красивая партия, где Морфия блестящая начала развитие фигур, быстро захватил инициативу, пожертвовав пешку, белые, он быстро сделал рокировку, а белые с рокировкой замешкались, и тем самым, как мы видели, он смог резко начать нападение на короля, и создать связку на слона. А потом он увеличил на него нападение, и слоном, и потом также примил прием в разменной комбинации на поле связывания, и благодаря этому и добился преимущества, и в завершении провел такую стремительную атаку и поставил мат. Так что советую всем использовать приемы, которые примял Морфия, и в своих партиях. До новых встреч!